Мастер-класс И все-таки на старте прыткие девушки Ольги Шунейкиной повели со счетом 5-0 Ну, это хозяйки показали, как нельзя играть в защите А затем Артемиды, Олафа, Ланги продемонстрировали класс неудержимой атаки И, по сути, к большому перерыву все стало ясно 47-17 в пользу ОГМК Главному наставнику гостей, образно говоря, пришлось объясниться Неделю назад мы потеряли основного разыгрывающего Майомба Которая, в принципе, вела всю эту игру Вот, ровно неделю не тренировалась ни Кирьянова, ни Пасынкова Потому что Пасынкова тоже получила травму на прошлой игре Мы тренировались с Миром, с Миром Без иронии заметим Причины у Енисея, конечно же, уважительные Но и про мастерство наших девчонок тоже не следует забывать Они играли в свою игру и делали то, что им, скажем так, советовал маэстро Олаф А советы, как известно, порою бывают лучше всяких четких установок На беспрекословное выполнение боевого приказа И еще одна важная деталь В конце третьей четверти из-за перебора полов Енисей остался без основной центровой Дженнифер Хамсон Ланге, в свою очередь, отправил на скамейку Грайнер и Литтл Кто-то скажет совпадение? Возможно Но и про великодушие всегда надо помнить Окончательный результат матча 78-40 И действующий чемпион России по-прежнему не проигрывает в регулярке Ожидаемо было сегодня, что будет нервозная игра Что будут промахи необоснованные К сожалению, штрафные три у половины с 10-3 То есть, ну, немножко, наверное, это было ожидаемо Я очень доволен встречей И мне понравилось, как мы играли в нападении И как была организована защита Особенно первые три четверти Все прошло по плану А впереди Евролига Поединок с Кайсери Будем готовиться В число самых результативных девушек матча попали Бритни Грайнер 17 очков Санчо Литтл 12 А у Натальи Вьеру дабл-дабл 10 плюс 14 Ну, а теперь Евролига на стадии группового этапа У ГМК Кайсери и вроде бы нет расклада вкуснее У многих еще свежо в памяти обидное выездное поражение лисиц от турецкой команды в декабре прошлого года Настало время возвращать долги Так что ли? Очень трудно сравнить две разные игры Тогда в Турции была одна ситуация, сегодня другая И мне вовсе не важно, реванш это или не реванш Главное то, что случилось и когда случилось Тем временем турецкая дружина не питала иллюзий по поводу результата в Екатеринбурге У Айхана Авчи и его подопечных много текущих проблем Поэтому психологически Кайсери готовился, что называется, к худшему Но гости не предполагали, что может быть еще хуже, чем думаешь Ведь у ГМК на данный момент, да и вообще, выкладывается на паркете, как говорится, по полной программе Вдохновленные Даяной Турази, девушки-лисицы в боевых порядках Кайсери Творили, что хотели И бросали, как водится, с походом 26-15 после первой четверти и 26-12 после второй В каких-то эпизодах Кайсери пыталась сократить отставание Но было уже поздно У ГМК даже и не помышляло останавливаться Я думаю, что у ГМК сегодня играла как минимум на порядок выше, чем в первой встрече Ваша команда превзошла нашу команду по всем статьям И да, мы сказали, что Евролига Мы закрыли для себя Евролигу и в следующем сезоне будем выступать в Кубке Европы А по поводу сегодняшней игры я не рассчитывал на успех Все понимали, что победить два раза у ГМК – это утопия Та команда, которая ведет в счете с большим преимуществом Как правило, в концовочке сбавляет обороты Но в данном случае это, как правило, не сработало Так уж захотелось лисицам 20-11 и 21-10 Третьи и четвертые отрезки у ГМК выигрывает с двукратным преимуществом В большей степени это и отразилось на общем результате 93-48 Мы сыграли хорошую игру Показали как защиту, так и хорошее нападение Хороший процент В защите отработали командно, наверное Это был основной ключ к успеху С одной стороны, я доволен Мы хорошо играли на обеих сторонах площадки И в то же время у Кайсери не было лидера Лары Сандерс Что, в общем-то, тоже повлияло на результат Тем не менее, у моих девушек улучшается взаимопонимание Они постепенно набирают форму и выходят на новый уровень качественной игры Это не касается наших результатов Это относится к тому, как мы играем Самым результативным игроком матча стала Даяна Таурази 28 очков, из них 12 С дальней дистанции 7 подборов и 6 передач Следом Санчо Литл, у нее дабл-дабл 14 плюс 13 Отлично поработали, девушки Заключительную встречу группового этапа Евролиги У ГМК проведет в среду 10 февраля в Праге против УСК Но до этого еще сыграет Дома в чемпионате страны с московским Динамо Матч состоится в воскресенье 7 февраля Всем удачи и до следующего четверга Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова